ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, да. Неправильно выбранный велосипед. Привет всем любителям чистого воздуха, зеленой травы и пения комаров. Меня зовут Александр, и это программа «Советы туристу». Сегодня наша цель – разобраться в неожиданном вопросе, почему велосипед может сильно испортить отдых, и что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, наш герой совершил ошибку. Неправильно выбрал велосипед. Так что же конкретно не понравилось Дмитрию? После поездки за город у него болят руки, ломят ноги, а от тряски голова скоро и вовсе лопнет. Видимо, отсутствие какой-либо амортизационной системы на его велосипеде дает о себе знать. Ездить на таком байке по пересеченной местности никак не выходит. У нашего героя обычный городской велосипед, на котором он часто выезжает вес, ездит по кочкам, не по асфальту. Ай-яй-яй-яй-яй, а с виду же умный человек. Ладно, предлагаю помочь Диме выбрать идеальный велосипед. Нет, я не говорю, что он у него плохой. Просто ему нужна более правильная модель. Поможем ему в этом. Итак, друзья, если вы хотите иметь велосипед, на котором можно с комфортом ездить на работу, передвигаясь по городу, и в то же время по выходным выезжать на бездорожье, то эта программа для вас. Сегодня мы расскажем, как с умом выбрать универсальный велосипед, как он правильно называется и какие особенности вам необходимо учесть при его покупке. Сразу, как говорится, не отходя от кассы, мы приехали в магазин. Здесь и велосипед выберем, и у консультанта проконсультируемся. Снова приехали именно в магазин, а не на рынок, или к человеку, который знает о велосипедах все. Да потому что главное в выборе велосипеда – это выбор. А здесь он очень большой. Выбор в современных спортивных магазинах действительно огромный. В гадалке не ходи, здесь вы точно сможете найти для себя двухколесного гнидола. Маленький совет. Зайдя в магазин, не теряйте время. Не стоит рассматривать все это многообразие. Бесполезно. Все равно ничего не поймете. Сразу идите к консультанту. Будьте готовы к тому, что в магазине вам зададут миллион вопросов. Какой у вас вес? Болит ли у вас спина? Левша вы или правша? Какую обувь обычно носите? Спросите, для чего все это? Для того, чтобы выбрать правильный велосипед. Саш, привет. Привет. В общем, мне в твоем магазине нужен велосипед. Какой велосипед тебе нужен? Велосипед, чтобы я с легкостью катался по городу, мог отправиться в лес, покататься там. Но это не будут горы? Нет. Тогда тебе нужен гибрид? Гибрид. Внимание, это ключевое слово. Наш консультант посоветовал приобрести так называемый гибридный велосипед. Из самого названия понятно, что речь идет о конструкции, предназначенной сразу для нескольких дорожных условий. Собственно, это то, что нам нужно. Это гибрид означает то, что вилка здесь может блокироваться. Ты можешь с хорошим накатом, с увеличенным КПД ехать по асфальту. Либо, если дорога будет неровная, ты можешь разблокировать вилку. И, соответственно, вилка будет обрабатывать все неровности дороги. И ты будешь чувствовать себя комфортно. Амортизационная вилка, улучшающая контроль над велосипедом на высокой скорости и увеличивающая его комфортность и безопасность, самая важная деталь гибридного велосипеда. Поэтому обращаем на нее свое пристальное внимание. Также не забываем о деталях, которые важны и в любом другом велосипеде. Это задний переключатель, передний переключатель, тормоза, колеса, которые позволят тебе иметь хороший накат. Влияет на скорость, влияет, соответственно, на твою усталость. Рекомендую тебе именно этот велосипед. Сердце велосипеда – это рама. Поэтому рама должна быть от уважаемого бренда. Страшное слово «бренд». Услышав его, вам стоит сразу задуматься о цене. Ведь простой велосипед можно купить максимум за 30 тысяч рублей. А вот велосипед брендовый может стоить все 30 тысяч долларов. Друзья, что такое гибридный велосипед, я понял. Это действительно хорошая, качественная модель, но для нашего героя она будет немного дороговато. Пойду попробую найти что-нибудь подобное, но дешевле. И нам, естественно, удалось найти недорогой экземпляр, который полностью соответствует всем критериям гибридного велосипеда. А все потому, что мы пошли не на рынок, а в магазин, где, повторимся, выбор действительно ограда. Мы выбрали подходящую модель для нашего героя. Но верить на слово тому, кому нужно продать, не наш метод. Для оценки нашей покупки нам нужен практика. Точнее, тот человек, который знает о велосипедах все. Знакомьтесь, призер велогонки «Критериум» в абсолютной категории Андрей Ведягин. Через его ноги, руки и остальные части тела прошел не один десяток байков. Андрей знает о велосипедах все. От В до Д. И именно его мы попросили оценить не только нашу покупку, но и старый велосипед нашего героя. Здесь стоят тормоза об одного типа. Это достаточно старая конструкция. И это плохо? Это плохо, если вы собираетесь начинать кататься, и тем более по пересеченке. Также вилка. Посмотрите, она практически не имеет нормального хода. Слушай, ну а вилка действительно как будто немножко так подзаедает. Да, в целом детали низкого качества, и они будут достаточно быстро превыходить в негодность. Придется их настраивать и менять. Что ж, вердикт неутешительный. В старом велосипеде Дмитрия обнаружена масса проблем. А вот новый байк наш эксперт сразу оценил. Отличный вариант. Здесь еще выбраны хорошие покрышки. Покрышки для пересеченки тоже подойдут благодаря своей ширине. Они будут гасить вибрации от мелких препятствий. По поводу тормозов. Я вижу здесь тормоза дисковые. Это тоже плюс. Да, гидравлика определенно дает существенный комфорт. И позволяет легким нажатием руки уже блокировать колесо. Слушай, пожалуйста, почему сейчас вот такие вот маленькие узкие твердые седушки? Это специально так или? Узкое седло. Оно как раз анатомически более удобное, чем широкое. Широкое будет доставлять неудобства мышцы, если вы будете ехать далеко. Давай посмотрим здесь вилка какая. Здесь вилка на самом деле очень-очень мягко идет. Входит и выходит, как говорится. Так, скажи, пожалуйста, вот для комфортной езды здесь, на этом велосипеде, достаточно всего? Или есть такие какие-то детали, которые могут дополнить его? То есть апгрейдить как-то его можно дополнительно? Апгрейдить можно, но я бы не рекомендовал. Апгрейд – это дело дорогое. И лучше сразу выбирать велосипед, подходящий себе по характеристикам. Я понял. Этот велосипед идеально подходит для нашего героя. Помог нам выбрать его специалист. Плюсы и минусы рассказал нам эксперт Андрей. Большое тебе спасибо. Пожалуйста. Но это все слова. Придется испытать его на практике. Поехали! Какой же русский не любит быстрой езды? К тому же, если езда – это на велосипеде. И сейчас мы проверим, какой же быстрее – старый или новый. Готовы? На старт! Внимание! Поехали! Давай, 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 давай! Отлично! Ну что ж, только что закончился велозаезд. И как мы и ожидали. Новый велосипед оказался быстрее, чем старый. Но это еще не все испытания. Подведем предварительные итоги. И специалист, и эксперт заверили нас, что один из главных критериев качества для такого велосипеда – это амортизация. Ее и проверим. Для этого нам нужен наш велосипед, стакан и мой многолетний опыт вождения. Крепим стакан воды к велосипеду, сажаем нашего испытателя и катим с горы. Количество вылитой воды будет равняться количеству наших слез во время эксплуатации железного коня. Надеемся, их много не будет. Так, я налил стакан ровно 200 миллилитров воды. Сейчас мы начинаем наш тест и посмотрим, сколько же ее останется после испытания. Поехали! Опа! Новый байк с задачей справляется неплохо. Вода расплескивается, но назвать это катастрофой нельзя. Результат должен быть удовлетворен. Опа! Итак, тест закончен. Посмотрим, сколько же воды осталось в стакане. Ну, собственно говоря, ровно 100 миллилитров. Это значит, что воды у нас израсходовалось больше полстакана. Сейчас мы посмотрим, на что же способен велосипед нашего героя. Проделываем ту же самую манипуляцию. Крепим стакан воды к велосипеду. И вперед! Как мы видим, здесь совсем другая история. В стакане нашего героя 9-бальный шторм. А это означает только одно. Испытание провалено. Так, Дима, останавливайся. И мы видим, что в его стакане воды осталось очень-очень мало. Дима, я думаю, ты понимаешь, с чем это связано. Я думаю, ты должен понимать, что этот велосипед подходит тебе по всем параметрам идеально. Ты на нем можешь ездить и в лесу, и по асфальту, и в городе. И по скорости намного он быстрее, чем этот. Так что я тебя поздравляю с твоей новой покупкой и с твоим новым железным другом. Итак, если вы уже завтра пойдете приобретать гибридный байк, напоминаем. Выбирая велосипед, подходящий для прогулки по городу и для пересеченной местности, вам необходимо учесть. Велосипед должен быть легким. Покрышки должны быть с правильным протектором. Необходимы качественные тормоза. Нужна вилка с амортизатором. Особенно, если вы новичок. Удачи на дорогах. Субтитры создавал DimaTorzok